Девушки отдыхают Так, что-то меня не там выкинуло, где должно было быть. Я же вроде... А, нет, я не переместился на арену в прошлой серии. Ладно. Так, друзья, прежде чем мы продолжим, хочу заранее извиниться за то, что ролики по Дайлайт выходят не так часто, с некоторым перерывом. Просто я сейчас загружен другими прохождениями. Я вот только недавно закончил все монтажи по роликам For Honor, наконец-то. Осталось добить Stalker. И у нас впереди будет новая игра, о которой вы узнаете после этого ролика. А пока что продолжаем проходить. И еще, возможно, вы заметили, что немножко графика изменилась. В общем, я... Меня задолбало это мыло в игре, которое было на протяжении всей основной кампании Дайлайт. Я отключил вот это размытие в движении. Типа, качество должно быть лучше. Ну, по крайней мере, да, мыло пропало, но теперь имеются вот такие, так сказать, лесенки у всех объектов, в том числе и у персонажей. Ну, знаете, я думаю, это можно, в принципе, стерпеть. Это гораздо лучше, чем смотреть на мыльные текстуры и персонажей. Почему разработчики не могут нормальный блюрей в игру запихнуть, я не знаю. Приходится все игрокам исправлять, как-то чинить, через какие-то костыли все проходить, чтобы игра выглядела хоть чуточку получше. Ладно, в прошлый раз мы вернулись к этому грузовику, который возит нас на арену. И сейчас нам надо обратно. И, скорее всего, будем говорить с этим... Господи, я забыл имя. Как же его? Так, а мне... А, мне броню забрать надо. Да сюда аж откатилось. А какого лешего? Опа! А у нас новогодние зомби. Ой. Ладно. Да, у нас Новый год. Кстати, друзья, с наступающим вас. Всего вам хорошего в Новом году. Главное, чтобы он был получше, чем этот. Можете рассказать в комментариях, как будете праздновать. Я с удовольствием почитаю. Ух, тихо. Так, мне же подвал. Меж подвал. Да, он и правда был легендой. Но почему все это здесь, я не на виду? Мне снова... Надо это все изучать. Опять эта кассета, но мы ее слушали. Похоже, Фредди был звездой мясорубки. Ну, давайте пропускаем. Это мы видели. А если, друзья, не видели, можете посмотреть предыдущий ролик. Я там скидываю. Что за хер... Тоже пропускаем. Пропускаем, пропускаем. Так. Все. Светится с Агаром в метро. А мы быстро можем переместиться... Да. Ага. Машина-то находится в Central Loop, а не в Старом Велидоре. Ну да. Ну, благо, у нас есть быстрые перемещения, поэтому мы сейчас быстро туда отправимся. Все. В мясорубку. Продолжить. Давай-давай-давай. Конечно, это все интригует. Интересно, сколько еще всего нам предстоит пережить в данном дополнении. Ну, пока что мне все нравится в плане там сюжета. Не знаю, как-то все интересно, заинтригованно. Ну, и любопытно, чем все кончится. Ночью ужаса, надо каждый день. Говорят, настоящее шоу начинает. Так. У меня же... Стоит со сагаром в метро. Ага. Сейчас бы ушел внутрь... Карнэш-холл. Пришлось бы обратно выходить. Благо, додумался посмотреть карту. Нет, ну новогодние зомби в виде. Этих... Как их... Огров или кого там. Это забавно. То-то недавно я видел, что игра дважды обновлялась. Я думаю, какие-то ошибки ее, может, исправляют. Но нет. Просто добавили новые... Новых зомби. Тут квест появился. Куда так спешишь? Не на... Приветствую, незнакомец. Ты ведь сражаешься на арене? Не так ли? Что ты там и ищешь? Хм. Тут все прогнило. Хочу это исправить, победив. А если проиграешь? Не проиграю. Я обучал много чемпионов. Путь к величию долог. Полон триумфов, но и поражений. Действующий чемпион не исключение. Вы тренировали черепа? Я тренировал того, кто прячется за маской. Наставил его на путь. Показал, как попасть на самую вершину и стать истинным чемпионом. Но он применяет приобретенные им знания и навыки во зло. Ничего себе, этот тренер черепа. Откуда эта маска? Ее создал я. Она должна была служить символом истинного чемпиона. Я собирался передать ее черепу. Но он избрал дурной путь. И получил другую маску. А это ждет своего истинного хозяина. Обучите меня, как черепа. Я мог бы обучить тебя. Но чтобы начать тренироваться, ты должен обладать даром не меньше, чем у черепа. А он – мой самый способный ученик. Ты прошел через те же испытания, что и череп. Пламя закалило твою душу, даровало тебе отвагу и ярость. Достижения черепа меркнут. Но этого мало. Если хочешь выжить в последнем бою, стать истинным чемпионом, ты должен пройти все три испытания, побив рекорды черепа. Только тогда ты станешь на путь величия, ведущий к развязке. Расскажите мне про черепа. Я его тренировал. Он был необычайно хорош, талантлив. Но он предал все, чему я его обучил. Значит, хотите отомстить? Нет. Лишь восстановить баланс. Но вот череп, тот дышит местью. Поэтому он и не истинный чемпион. Зачем эти испытания? Мне нужно сразиться с ним. Но готов ли ты к схватке, мальчик мой? Если не можешь побить его результаты, как надеешься тягаться с ним самим? Помни, спеша по пути к величию, рискуешь упасть в пропасть. Ага. Ясно. Не, ну он верные вещи говорит. Не стоит спешить. Ладно. Вернусь, как пройду испытания. Возвращайся поскорее. Вау. Я не ожидал, что будет тут тренер, мастер. Ну-ка, подождите, а чего это за задание? Получите золотую медаль в испытании, словно ветер. Получите золотую медаль в испытании, охота за сокровищами. Мне вот интересно. Он сказал, что я там типа что-то вот прошел и превзошел черепа. То есть это я какие-то определенные испытания выполнил. А если бы я выполнил два из трех, он бы сказал и про то, и про то. Это вот, блин, интересно. Это вот влияет или нет? Так, дайте-то финал туньер, это ладно. Где это? Ага, а мне еще с Астридом Стрис. Так, с Агаром в метро. Наскопа информацию Астрид. Ну вот где ее достать? Где вот вопрос? Черт его знает. Так, подожди, подожди, подожди. Я же выбрал. А, вот. Там же мало одной кнопки нажать, надо удерживать. Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Неудивительно, что у тебя столько фанатов Я знаю про Авеля Про Авеля? Да, про твоего сына Чью жизнь ты проиграл Оно того стоило Чиро, в курсе? Я не просто потерял сына В тот день Видишь? Это Авель Я любил его больше жизни Мне осталось выиграть одну ставку А потом я бы забрался новее и покинул арену навсегда И что же случилось? Я был на вершине Лучшим из лучших У меня была слава Деньги, престиж Но все хорошее когда-нибудь заканчивается Астрид велела сдать последний бой Чтобы она передала титул чемпиона Какому-то из ее юнцов Сказала лечь в третьем раунде Этим юнцом был череп И вот первый раунд Второй Толпа болела за меня Я это знал Они скандировали мое имя Нет ничего слаще победы на глазах ликующей толпы Астрид не знала, что я сделал ставку Поставил на себя все Все, что у меня было Чтобы заплатить пилигриму, который отвел бы нас в город И в третьем раунде я победил Я знал, что она будет преследовать мою семью Мы бежали Но ее псы нас настигли Она заставила меня отдать Одного из сыновей Чтобы тот стал гладиатором в мясорубке Чиро или Авель Чиро или Авель Откажись я Она бы прикончила обоих И ты выбрал Авеля Чиро бы не выжил А вот Авель Его и обучил Он был быстрым Сильным Но череп Оказался сильнее Он жаждал мести К крови Я приговорил сына к смерти Я должен был его защитить Но Но Я его потерял Из-за собственной Полчности Я сдался Моя жизнь потеряла смысл Чиро помогал мне не падать духом Хоть я это и не заслужил Я ужасный отец Но он остался со мной Слушай Авеля ты потерял Но спасти Чиро еще не поздно Можешь сидеть тут и ныть Или помочь мне его спасти Ты прав Это мой последний шанс все исправить Я проберусь на арену И вытащу его Обещаю Береги себя И присматривай за ним Прошу Обязательно Ну печальная история Да конечно Можешь идти А я пока придумаю Что делать дальше Хорошо Вот что бывает Когда Ты на вершине славы Получаешь многое Самовлюбленность Застилает глаза Так ладно Дойти до финала турнира Эти испытания Заколебали Мешают только Ну пойдемте кастрить Чего она от меня хочет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Улёт. Ночи ужаса надо каждый день устраивать. То есть каждую ночь. Вчера мясник будет поактивней. Астрид. А, похоже, она артистка со стажем. Это фото за пять месяцев до пандемии. В ВНС. То были другие времена. У нас был девиз. Неважно, о чём программа, важно устроить зрелищное шоу. Для тебя этот девиз не устарел? Конечно. Извини за громкую музыку, Эйден. Так наш разговор никто не подслушает. Кто может нас подслушать? Кое-кому хочется меня устранить. Я думала, что потеряю всё, но потом появился ты. В чём дело? Мы можем помочь друг другу. Ты победишь в турнире, а я сохраню мясорубку. Кто-то хочет её закрыть? В мясорубке гибнет слишком много людей. Слухи дошли до корабля миротворцев. Джек Мэтт теряет терпение. А при чём здесь моя победа в турнире? Пока Череп сохраняет титул, резня не прекратится. Станет только хуже. Хочешь, чтобы я от него избавился? Поверь, я уже сделала всё, что могла. Видишь ли, я с первого взгляда поняла, что сделаю из него звезду. Он чувствовал аудиторию. Он побеждал в каждом бою, прямо как ты. Но побед ему было мало. Череп стал ненасытным, начал убивать. И когда я поняла, что на него нашло, было уже поздно. Даже моя охрана его боится. Я сотворила чудовище, Эйден. Нужно его остановить. Но одна я не справлюсь. Поможешь? Блин, вот мне в каком-то из роликов по Online 2 написали, что хорошая концовка будет, если я продую на турнире. Когда буду драться с Черепом, я так понимаю. Но исходя из всех этих диалогов, будет наоборот хорошо, типа, если я его уделаю. Блин, даже не знаю. Может быть, там погибнет, конечно, Чиро или Агар, если я буду с ним драться и не проиграю. Но, типа, если он останется с Читом чемпиона, то... С другой стороны, как бы и хорошо закрыть подобное место, потому что здесь до хрена людей уже погибает. Ради потех публики. Ладно, увидим, пока фиг знает что да как. С чего мне тебе верить? Не хочешь, не верь. Люди будут гибнуть дальше. А потом придет черед твоего дружка. Как его там? Чиро? Постарайся хотя бы ради него. Прошу. Ну она вроде такая ублюдна, как я думал. Вроде она все честно говорит. Но тут еще фиг знает кому доверять, кому нет. И какой же у тебя план? Ты сам все видел на арене. Зараженные не трогают черепа. Они для него и оружие, и щит. Нужно лишить его этой возможности. И как же? Я слышала крики из его комнаты. Думаю, он ставит опыты на людях. Можно начать с этого, только осторожно. Переживаешь за меня? За себя тоже. Если он узнает, что мы за одну, он нас прикончит. Ладно, сообщу тебе, если что-нибудь узнаю. Эй, вали-ка отсюда. Хочешь в охранники? Череп одного грохнул. Есть вакансия. Не, спасибо. Я за щелкунчика. Все на него поставил. Я уже, конечно, говорил это в какой-то серии, но... Типа... Почему они его вообще не трогают, зараженные? Что это за бред? Он какие-то... Типа феромоны, что ли, использует? Что за срань? Что за срань? Ничего тебе показалось. Иди дальше, патрулируй. Я бы сейчас убил, забухло. Серьезно? Пахнет как на скотобойне. Что это за хрень? Ёб твою мать. Лучше б я не открывал этот холодильник. Господи. За второе место медалей не дают. Хм, надо же. Без ошибок написал. Степемся? Девятьсот девяносто девять способов умереть. Похоже на девиз черепа. Да уж. Записка говнюки на параде список должников черепа. Давайте почитаем. Что это там? Двести. Ральф. Какой Ральф? Спросите охрану. Триста четырнадцать юань. Мне проставлялось с 2032 по 304. Тысяча шестьсот. Тацуа. Деловая суда. Тащаз. Семьсот восемьдесят три агар. Просрочность с 2028. Восемнадцать пятьсот. Джек Мэт. На оружием МТ. МТ. В тысяч двадцать третьем. Списана в обмен на усиленную защиту мясорубки. Я себе. Боже мой. Это вся его комната? Авель. Сын Агара. Но ведь череп убил его. А. Кстати насчет. Сына Агара. Наверно он не мертв. Он наверняка жив. Раз уж на это акцентировали внимание. Плюс. Блин. Это знаете. Это закон жанра. Когда говорят. Про какого-то персонажа. Вот он умер. С ним там то-то, то-то случилось. Есть. Если нам это не показали. Это по-любому означает то, что персонаж живой. И он появится позднее и будет типо. Ооо. Неожиданный поворот. Да. Ну это классика. Я не удивлюсь. Закрыто. Нужно найти код. Блин. Серьезно. а он понятно а у них пределах этой комнаты а может из записки должников кто-то вот этот номер там три трехзначных то что нам надо вроде как нет конечно вряд ли что он поставил ну кто знает даже череп он дубанутый не у ком-то все в кишках 200 314 780 понял ой там последние что ж так игра то подписает когда эту открываешь 783 давайте попробуем 700 73 нет ну да ладно а погоди к а может 999 нет и полин ну это было бы слишком просто здесь точно ничего не указывать да ладно еб твою мать капец фух нельзя понятно блин тут что-то лежит а что как не туда попасть блин вот загадка блин 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 еще раз, ну-ка. Ну, займись. Кнуться в последнюю сюжетную точку. Блин. девятьсот девяносто девять способов умереть похоже на девиз черепа авель сын агара на вечере побил его за второе место медали и не дают даже без ошибок написал да ты издеваешься нахрена ты сюда пришел закрыть дверь за второе место медали и не дают надо же без ошибок написал авель сын агара но ведь череп убил его 999 способов умереть похоже на девиз черепа пахнет как на скотобойня что это за хрень да закрыта нужно найти код блин вот вопрос какой код ладно я не знаю где искать я просто загуглю так погоди вот девяносто девять девяносто ноль два что то есть окна два ладно неважно давайте доводить и я не понял честно девяносто девять девяносто все таки это то это относится 999 черепу но вот ноль два ладно есть он пометил несколько мест одно не зачеркнуто мне опять в город не пометил и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Принципы человечности... Продолжение следует... Так... Астрид... Ты не ответил на мое письмо? Что происходит? Хочешь, чтобы я отправил мясорубку своих людей? Ночи ужаса явно не прекратились... Ты поклеваешь, что твое так называемое шоу будет соблюдать базовые принципы человечности... Те, что отличают людей от ренегатов... Я требую объяснений, Джек Мэтт... Ай-яй-яй, Астрид... Доигралось в свои игры... Астрид... Я нашел в комнате черепа карту с отметками... И еще... Кишки... Что отмечено на карте? Несколько мест... Все зачеркнуты... Кроме одного... Пит-стрит... В районе острова Калверт... Я слышала, как он говорил об этом месте... Но там... Темная зона... Что он там забыл? Могу узнать... И еще... Что ты... Знаешь о Бавиле? Это... Долгая история... Ну ты же любишь истории... Расскажу, когда вернешься... Супер... Ну вот, снова Вильдодор... Отправляйте место, отмеченное на карте черепа... Полетели... Очень интересно, что же в этой темной зоне ищет череп... Очень интересно, что же в этой темной зоне ищет череп... Ищет черепа... Так... Ммм... Ничего себе... За вот это задание мастер дадут... Маску... Черепа... И его костюм... Нафиг надо... Бака... Неудачник... А... Это новое зимнее испытание, что ли? Господи... И помогите выполнить поручение сообщества... За восхищенные сладости Баки... Бака... Наградит вас... Не только рожденским оружием, снаряжением и костюмами... Он подготовил для вас новый предмет посылки... Очень понятно... Новогоднее событие... Ну блин, куда мне идти? Я не понимаю... Господи... Ночные бегуны... Давай... Отмечается... Собака... Питч стрит где-то... Ладно, давайте плотнее изучим карту... Я не понимаю... То ли... Игра багнулась... То ли еще что... Хорошо... Нак Agora... Хорошо... Какая там я неAA go... Место просто не отмечается, то есть ты по карте должен смотреть этой сраной и искать. Боже, гениально разработчики, гениально, ведь это так увлекательно. Вот где теперь эта карта? Ее по-моему нет. Какой же маразм. Куда мне идти? Как-то у меня, кажется, нет, это сюжетный предмет. Это просто волшебно. Чем дальше, тем непонятнее, блин. Одно непонятно, второе, как код искать? Не, конечно, может я тупой не вижу в упор. Но ни хрена нету. Это все сюжетные предметы, блин. Вот, с дополнения. Правила боев, астрид, постер. Хрень какая-то. Да, с письма. Дружники, тренировка. Хрень, хрень, хрень. Это вообще не то. Все. Тут рисунки. Ой, ладно, друзья, давайте уж тогда мы здесь с вами прервемся. Может, перезаход в игру потом поможет. Продолжим мы с вами уже в следующей серии, где будем... Где отправимся в эту темную зону. Да. Надеюсь, что перезаход все-таки исправит. На этом у меня все. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, если не хотите пропустить новые серии. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok